И теперь пора рассказать мою историю, мою кошачью жизнь. Знаете, я родился в квартире. У меня была мама-кошка и братик. И у нас была любящая хозяйка. Потом, я не знаю по каким причинам, я оказался... Я родился, кстати, да, говоря, в городе Тамбове. И потом я оказался в месте, куда сносят всех животных. Так называемая теплотрасса. Ну, от которых хотят избавиться. И, по-моему, там с братиком нас выбросили. И там над нами издевались дети. И одна девочка очень смелая, Вика, она спасла меня и принесла к себе, ну, к бабушке. Домой к бабушке. Она тогда гостила, ну, летом гостила у бабушки. И она принесла к ней в дом меня. Потому что был котик. Я потом, я уверен, что потом мы с Галей, Лена с Галей найдут это видео, где я с котиком с этим. Очень классный кот, кстати говоря. Вот. Но это было очень непросто для бабушки содержать двух котов. И поэтому меня начали пристраивать. Ну, не то, чтобы прям сильно, а знаете, как было? А вот так вот было. Лена пришла на работу, а ей Галя показала мое фото. Вот скоро тут, ну, видите, еще у Лены не очень сильно хорошо получается видео монтировать. Поэтому не очень складно выходит. Вот, ну, скоро мы дойдем. Там сейчас будет... Ага, там сейчас будет... Как остановить? Хочу остановить. Как сделать стоп? Ой, вот я на море. Лене очень нравится. Так вот, ладно, пока мы там не сумели остановить, моя дальнейшая история... А, тут, кстати, вот видите, птичка-птичка, но она меня не очень интересует. Лену больше, кстати говоря. Вот. Я был, конечно, чумазой и очень... Ну, там, глисты у меня были, блохи грязные. Я была очень... Проблемы с глазиком у меня еще были. Вот. Но это бабушка не испугала. Она сумела... Отнесла меня к ветеринару, и там позаботиться обо мне сумели. И меня очень там сильно полюбили. А вот-вот-вот мое ужасное, ужасно прекрасное фото. А вот это фото, которое увидела Лена и сказала... А Галей говорит, а хочешь, мы тебе привезем кота? Я говорю, хочу. А это уже мы у Лены дома. И уже вот я тут у меня дом, и уже Лена, и тут я ем хурму. Блин, ничего. Ничего не вышло особенно. Ну, и тут у нее уже, конечно, очень классный кот. В общем, Лена, конечно, не очень умеет монтировать и комментировать. Поэтому я вот так помашу ему хвостом. И следующая история... Может быть, она пройдет какой-нибудь курс. И, наконец, научится рассказывать мою историю так, чтобы вам и слезу у вас вышибить, и потом, чтобы вы сказали, ой, какой классный, милый котик, и как ему повезло. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Черт. Не закончится это видео никогда. И вот еще, о господи, о божечке. Ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля. Ля-ля. Боже.